Создать атмосферу праздника и семейного уюта хоть ненадолго, это так просто. Особенно для тех, кому общение важнее подарков. Радиостанция «Серебряный дождь» Саратов и ее слушатели затеяли специальную акцию. Новогодний десант высадился в одном из детских приютов Саратова. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Как вы думаете, меня ломит? Нет! А нет, почему? Потому что там легкая, там такая мягенькая, и она не протыкается. А эти вот эти, они жесткие. Занимательные уроки физики и химии – это тоже подарок к Новому году. Для воспитанников приюта «Возвращение» в Кировском районе общение дороже игрушек. Здесь живут 50 ребят от 3 до 16 лет и социально неблагополучных семей. Отсюда два пути – назад в семью или в детский дом. Хоть на часок создать атмосферу домашнего уюта, в приюте решила радиостанция «Серебряный дождь Саратов» с радиослушателями. Привезли краски, фломастеры, набор цветной бумаги. Вместе сделать самодельные украшения на елку – это так по-семейному. И даже настраивает на лирический лад. То полями, то лесами. Между твое берется, к нам на тройке с бомбинцами. Едет Дед Мороз. Едет рысью и голубой. Знаешь, что идет прямиком по тайным троткам. К людям Новый год. Поделиться своим творчеством с детьми приехали стилисты школы-студии Олега Федорова. Мальчишкам спортивные и озорные прически. Девочки размечтались, какой образ подойдет к такой сложной укладке. Я буду снежинкой в белом платье. Провести новогодние праздники будет веселее за настольными детскими играми или с набором для творчества. Их передали в приют радиослушателя «Серебряного дождя». Отдельный подарок – живая, пахнущая смолой елка. Нам кажется, очень важно подарить новогоднее настроение, ну вот хотя бы воссоздать атмосферу, чтобы появилось у ребят предчувствие праздника. От этого всегда все люди становятся и добрее, и счастливее, и здоровее даже. Мы не ставим своей целью объять необъятные, осчастливить всех. Мы делаем то, что в наших силах, а главное, что мы показываем, что это сделать может каждый. Радиостанция «Серебряный дождь Саратов» организует такие предновогодние акции второй год. В этот раз добровольцы планируют навестить пять социальных учреждений Саратова, Энгельса и Балакова. Присоединяйтесь. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.